Ну, строгое определение мы давали, а сейчас вот вспомним образ, который там вот у нас рисовался, да, вот график. Значит, ся, вот там, х, вот это, ну и давайте вот, скажем так, вот это вот у нас неразмущенное траекторие, неразмущенное движение. Ну, давайте мы ее х0 обозначим, да, вот здесь некая инновация будет сейчас, х0 я обозначал вот в прошлый раз, значит, вот эту вот точку в момент времени Т0, а вот теперь у нас х0 это функция Т0, следовательно, вот эта точка, значит, начальная теория, это х0 от х, а х0 от 0. Вот, ну и дальше, значит, мы выбираем там какую-то дельта-окрестность, бесконечно малую, там, и в этой окрестности задаем возмущение в начальный момент времени, какое-то возмущение. Ну и мы можем задать вот заштрихованное это дельта-окрестность, да, вот еще там выше, это будет дельта-окрестность, да. Так вот, если у нас, ну и можем, да, вот такую трубку, что ли, значит, вокруг невозмущенного движения, там, ну там диаметром, да, все вам запустим, да, провести. Так вот, если у нас наше возмущение не выходит в процессе движения за пределы, значит, Т все равно окрестность, то есть вот это вот х0, да, ну а здесь, соответственно, то есть вот эта точка, это Y0, да, Y0, то есть Y0, да, вот точка. Вот, значит, то есть если у нас в любой момент времени, значит, вот это вот возмущенное движение не выходит за пределы этого фрубки, вот это вот, то тогда мы говорим об устойчивости полипунова, вот это вот у нас было, значит, кроме того, нам важна будет еще асимтотическая устойчивость, да, то есть это устойчивость, значит, значит, когда имеется устойчивость полипунова, и, значит, при больших временах возмущенное и невозмущенное движение сливается, да, сливается, вот. Ну, то есть, значит, если асимтотическая устойчивость, то вот эта вот возмущенная кривая, она бы со временем, ну, вот как-то все ближе и ближе приближалась, да, вот, к нашей невозмущенной кривой, да, и вот где-то там у бесконечности они бы слились. Вот. А устойчивость полипунова важна, чтобы у нас, значит, вот на малых временах, да, возмущенное движение не выскакывало, там, не делало бы каких-то таких больших комплектующих, да, то есть вот, далеко не отклонялось от невозмущенного. Вот. То есть вот такое, значит, равновесие, да, x-моль это вот равновесие какое-то, да, мы будем называть асимтотической устойчивостью. Ну вот. Ну вот. Ну и еще, значит, то есть это вот первое, что мы, я как бы кратко напомнил, это, значит, определение, да, определение устойчивости полипунова и асимтотической устойчивости. И второе, мы ввели с вами в прошлый раз функции липунова, да, функции липунова, значит, вот это такие функции, которые позволяют нам исследовать устойчивость как раз. То есть вот мы, значит, ввели, ну, то есть вот, пусть у нас x-моль там какое-то равновесие, да, значит, и мы ввели функцию v, там, от x, которая удовлетворяет двум условиям, значит. То есть эта функция имеет минимум, да, с точки x-моль, да, с точки x-моль, да, с точки x-моль достигается. Это первое условие, и второе условие, что, значит, эта функция, производная по времени от этой функции v с точкой, ну, вот, в какой-то окрестности, да, вот в же окрестности, да, в звези точки x-моль, да, то есть при любых x, да, при любых x, да, при надлежащих g окрестности, да, в точке x-моль, да, эта функция, производная этой функцией отрицательна либо равна нулю, ну, ну, причем, значит, ноль обязательно достигается в точке x нулевой, но не только, но не только, там могут быть и другие случаи. Вот. Ну и мы сформулировали здесь доказательства, ну, теоремы достаточно очевидны, две теоремы липуновых. Значит, первая теорема, если существует такая ж-окрестность, в которой существует функция липунова, значит, ж-окрестность точка, ну, равновесие x-моль, да, существует ж-окрестность равновесие x-моль, значит, в которой существует функция липунова, то x-моль устойчива по липунову, устойчива по липунову. А если еще к тому же, вот в этой же окрестности у нас в с точкой трога меньше нуля, трога меньше нуля, то тогда x-моль, равновесие x-моль, еще и асимптотически устойчива. Ну и какие-то примеры мы с вами привели. Вот вы мне даже висточек вернули, спасибо. Так, нас дальше будет интересовать... Ну, сегодня занятие такое, скорее, практическое, да, будет у нас. То есть я буду, конечно, и какие-то теоретические вещи рассказывать, но в основном будут всякие примеры там. Вот, то есть я, так сказать, это практика есть. Решаем задачи. Решаем задачи. Нас будут интересовать вот эти производные восточки, да, поскольку Амиро, значит, определяют свойства фунтилипунова. Мы с вами написали выражение для ЛС с точкой, ну, точка производная по времени, я не останавливаюсь на этом, да, что ЛС с точкой у нас там сумма, ну, там, я не знаю, по ёток единица за n большое, да, значит, dv по d x ётая на f ётая, да. А f ётая у нас определяется системой уравнений динамики, да, системой уравнений, которая описывает динамику на механической системе. Значит, это система уравнений, ну, в векторном виде, да, значит, это x с точкой равно f от x. Мы с вами рассматриваем автономные системы, когда f явно не зависит от времени. Ну вот, то есть f ётая – это вот компоненты этого вектора f. f ётые – это компоненты вектора f. Ну, прежде чем идти дальше, давайте сделаем вот какое замечание. Мы с вами можем ввести, значит, возмущение. Вот, давайте мы его обозначим x', да, потом мы штрих будем опускать, но пока вот x' – это, значит, разность между… Ну, x' – это, значит, момент времени t – это разность между y и x0 . т. То есть x0 – это некое равновесие в момент времени t, а y – это, значит, возмущение, возмущённое движение. И давайте запишем уравнение для x' – это, значит, у нас любое движение, в том числе и y, удовлетворяет уравнением движения, вот этим вот. Значит, для y мы тоже можем записать, что y с точкой равно там f от y. Ну, и подставим сюда, значит, вместо y, значит, вместо y подставим x0 плюс x'. Что тогда получится? Значит, получится вот, что x0 с точкой плюс x' с точкой равно… Значит, ну, давайте сразу же, ну, хорошо, ладно, давайте. f от x0 плюс x'. Вот так. Дальше, к правой части прибавим и вычтем s по x0. И учтем, что x0 у нас тоже удовлетворяет уравнение движения, да, значит… x0 с точкой – это f0, f от x0, f от x0. Вот. И тогда у нас получается, что x' с точкой равно, ну, некоторой функции f' – да, можно написать f' – да, и вот эта функция f' – это, значит, f от x0 минус f от x0. Вот. То есть, вот мы получили некое уравнение, которое описывает само возмущение – x'. В чем преимущество таких уравнений для возмущения? Все дело в том, что вот для уравнения для возмущения положение равновесия, то есть x', да, достигается… То есть, для функции равновесия, для функции возмущения x', равновесие достигается в нуле, то есть при x', равном нулю. То есть у нас наше невозмущенное равновесное состояние для x', все время находится в начале координат. Ну и, значит, с точки зрения математики, невозмущенное равновесное значение всегда тривиальное для решения вот этого уравнения. Поэтому мы можем для возмущений всегда писать такого же типа уравнения и исследовать их наустойчивость, обычным образом, вводя функции Ликунова, то есть все сказанное там про функции Ликунова справедливо и для вот этого, разумеется, возмущения, да, той лишь разницей, что вот равновесие всегда в нуле. Ну а дальше мы будем исследовать систему в общем виде, то есть штрихи опускать везде, да, то есть там, значит, где-то это будет уравнение для возмущения, где-то для невозмущенного движения, то есть мы всегда будем исследовать вот такого типа уравнения и строить для них функции Ликунова. Ну и, значит, возникает вопрос, а как эти функции Ликунова вообще можно строить, да? Какие-то примеры мы уже приводили в прошлый раз, ну, так вот, значит, в основном они на каких-то там догадках основывались, а не существуют ли какие-то, ну там, более или менее систематические подходы к построению функций Ликунова? Вот. Конечно же, общий какой-то метод справедливый на все случаи жизни указать невозможность при построении функций Ликунова. Но тем не менее, значит, в каких-то там частных случаях, да, наработаны определенные подходы к построению функций Ликунова, вот некоторые из них мы сейчас рассмотрим, далеко не все, конечно же, поскольку функциям Ликунова там посвящена очень большая литература. Этот вопрос об устойчивости движения весьма важен, особенно в технических приложениях, значит, в частности, механики, ну, например, нам надо исследовать устойчивость движения спутника движущегося парнинг. Да? Вот. Значит, вопрос очень важный, потому что если мы запускаем спутник, его чуть-чуть там как-то сбивают в траекторию, он улетает, то это, сами понимаете, большая неприятность, да? То есть нам хотелось бы узнать, что мы запускаем спутник, допустим, на друговую орбиту, и быть уверенными, что он движется по устойчивой траектории, что если он там даже с чем-то столкнется там, то ничего плохого не произойдет. То есть он будет двигаться рядом со своей первоначальной орбитой. А лучше еще, чтобы вообще движение было асинтетически устойчивое, да, чтобы он, чтобы со временем выходило на эту орбиту. Вот такие задачки, ну, там, само собой устойчивость всяких там, механизмов, там, и машин, ну, сами понимаете, критически важна, да? Иначе все может развалиться в самый неподходящий момент. Вот в технике эти задачи весьма важны, ну, и в физике тоже важны. То, что мы сказали про спутник, в полной мере относится и к орбитам планет. Да, мы с вами уже говорили, что, например, Лаграмш в свое время интересовался устойчивостью мира, да, его определение устойчивости по Лаграмшу как раз и возникло из той серии вопросов, значит, не развалится ли мир, да, не разлетится ли все с течением времени на бесконечность. Ну и вот, значит, для того, чтобы вот судить об устойчивости, нам достаточно найти функцию Лигунова. Вот, причем напоминаю, что нам достаточно найти хоть одну функцию Лигунова, чтобы доказать устойчивость, хоть какую-то, да, не обязательно там искать все возможные функции Лигунова. Вот, если мы найдем хоть одну функцию Лигунова, то мы автоматически доказываем устойчивость X0, устойчивость равновесия. Так, ну давайте. Итак, какие методы? Вот сейчас мы приступаем к такой практической части нашего занятия. Ну, сначала, значит, о том методе, который мы сегодня не будем анализировать, но в дальнейшем он нам пригодится, значит. Это вот метод преобразования координат. Предположим, что у нас имеется вот такая динамическая система, система описывая нами вот такими вот уравнениями, и мы строим для него, ну, там есть там равновесие, это либо в точке X0, да, либо, значит, для возмущенного движения в нуле этом, да, вот. Мы как бы не можем в системе координат X построить функцию Лигунова, то есть это оказывается довольно сложная такая задача. Ну, например, с технической точки зрения, да, то есть вот не можем и все. Вот. Тут, вот в таких ситуациях может помочь преобразование координат. Мы можем перейти там от координат X, там, координат Z, от X, да, с каким-то другим координатом, ну, например, там, от Z-картовых, каким-нибудь, там, не знаю, сферическим, да, вот. И попробовать найти функции Лигунова вот в этих кнопках. Вот каким координатам переходить, там или как, это, конечно, вот надо решать в каждой конкретной задаче по свойству. Но, тем не менее, вот такой метод довольно часто срабатывает в линеаризованных системах. То есть когда мы исследуем устойчивость в так называемом первом приближении или в линейном приближении, об этом мы с вами будем еще говорить, и там вот коснемся, значит, как строить функции Лигунова, там преобразуя координат. Значит, в линеаризованных системах этот метод работает хорошо, и там можно даже стандартную процедуру показать. Да. Так, значит, что, вопрос есть? Нет? Ну так спрашивайте, что, а я что приварю, говорю, а вы уже там, начинайте, что-то в крестики многие не драйвы. Так, значит, ну хорошо, пойдем дальше. Следующий, ну подход, то есть о методах говорить здесь трудно, потому что метод предполагает некий систематический такой вот алгоритм. Здесь алгоритмов таких вот нет, есть только подходы какие-то справедливые в тех или иных условиях. Следующий подход, который можно применить, состоит в том, чтобы получить функцию Лигунова, как-то преобразуя саму вот эту динамическую систему, непосредственно вот из этой динамической системы. попробовать получить, ну допустим, уравнение для В с точкой, да, как-то преобразуя эту динамическую систему, получить, скажем, уравнение для В с точкой, да, и, решив это уравнение, найти В. Ну и давайте здесь рассмотрим такую задачку уже физическую, если хотите, когда возмущением является вращение абсолютно твёрдого тела. Вот пусть у нас, значит, имеется некое абсолютно твёрдое тело, в невозмущённом состоянии движется поступательно или покоится вообще, да. Ну на языке угловой скорости, да, это означает, что у вас вот невозмущённое состояние, там Омега-0, да, это вот как раз, ну, невозьёт, правильно. А возмущение состоит в том, что мы придаём, ну, значит, придаём слабое вращение этому абсолютно твёрдому телу, и нас будет интересовать, ну, вот, ну, так чуть-чуть его там крутанули, да, а, значит, вот это невозмущённое состояние, значит, что с ним будет, да, что будет, ну, по сути дела, там, сильно изменится от этого, скажем, поступательное движение, да, что будет с возмущением. Ну, давайте для ещё такой вот большей экзотики поместим наше абсолютно твёрдое тело в некоторую среду, которая оказывает сопротивление вращению. Вот такая своеобразная вязкость, да, вот, тело вращается в среде, а среда этому вращению сопротивляется. И мы можем описать такую вязкую среду, ну, аналогично тому, как мы делали, допустим, для материальной точки, либо для абсолютно твёрдого тела, она тоже может эту среду описать, введя, значит, некие там диссипативные силы. Ну, вот, в случае вращательного движения мы можем моделировать непосредственно, не сами силы, а непосредственно момент этих сил, момент вот этих внешних вязких сил, действующих на, значит, вращающееся абсолютно твёрдое тело. Ну, и, значит, вот с достаточной степенью общности, если хотите, это вот, есть ещё номинологический закон там, да, то есть из опыта полученная формула, да, мы можем описать этот вот момент внешних сил с помощью такой функции Капа, значит, омега в степени С, значит, ну, омега на омегу, вот так. Ну, где омега, значит, это угловая скорость, а как, кстати, угловая скорость на самом деле? Так, как? Вот вы знаете, наверное, вон сколько приводите? Так, как? Ну, правда, угловая скорость, кто знает? Для вращающегося твёрдого тела? Нормальный... Во-во-во-во! К... Плоскости, вообще? Ну, да. По-нормал... Ну, можно так сказать. Ну, вообще проще сказать по силу вращения, да? По силу вращения, вот. По нормальной плоскости вращения, да. А, значит... Вот. То есть, смотрите, ну, вот, минус означает, что вот этот момент внешних сил против, угловой скорости, да, направленный. И ставка у нас положительная. Значит, вот, момент этот направлен против угловой скорости, это и означает, что он оказывает сопротивление вращения. Да? Ну, кроме того, будем считать, что s у нас... Ну, чтобы там сингулярности не было в нуле, ну, s больше единицы, давайте возьмем, да, s больше единицы. Ну, в определенном смысле эта штука похожа на что? Вот, на диссипативную силу, да, вот у нас вязкая диссипативная сила была там, ну, там, минус альфа, допустим, коэффициент вязкости, там, на v, ну, и можно написать так, v на v, да, а минус альфа на v. Вот, да, вот если мы s возьмем двоечки, то мы получим вот формулу аналогичную. Мы можем тоже диссипативную силу вот эту вот, мы тоже написать в таком виде, в степени s, обобщить эту форму. И используем для диссипативных сил вот такую вот, что, на сколько, среду найти, где это работает. Ну вот, то есть это вот такая аналогия такая. Значит, ну и более того, это не просто аналогия, можно там как-то увязать вот эту форму. Мы этим не будем заниматься, а, значит, вот примем вот это выражение как давность. И, значит, то есть омега здесь, да, вот омега без стрелочки – это много вектора амена, да, то есть омега – это длина вектора амена. Вот. А само омега угловая скорость – это вот, по сути дела, возмущение, да, ну вот, x тринги, да. Хотя вот здесь, значит, нам, поскольку у нас тривиальное основное состояние, да, тривиальное положение равновесия, то, значит, без разницы, да, то есть это сама y равна x тринги. Запишем вот эту динамическую систему, да, x точка равно f от x. Что здесь будет? Динамическая система. Глобая скорость – это не система уравнений, да, как описано… Динамические уравнения? Нет, гинематические. Нет, 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 вот динамические, да, мы же омега возмущаем, а омега – динамические. Значит, динамические уравнения лейлера. Ну, давайте, значит, пишем и один омега один с точкой, значит, плюс, значит, ну, давайте там и три здесь минус и два, да, омега два омега три равно n один, то есть первая компонент, да, вектор n, ну, это у нас равно, вот чему, минус, там, кафа, омега в степени s, омега в степени s, значит, омега один, ну, давайте так, это s минус один, да, на омега один, вот так. и два омега два с точкой плюс, значит, здесь у нас что, и один минус и три, и один минус и три, омега один омега три равно минус кафа, значит, омега s, омега s минус один омега два, и, значит, и, значит, и три омега три с точкой плюс, значит, здесь у нас что, омега три, омега два, и равно минус кафа омега, то есть минус один омега три, омега три, вот, теперь, чтобы исследовать устойчивость вот этого равновесия, да, омега равновесия, мы должны найти хоть какую-то функцию липунова, то есть, значит, ну вот, в области, вблизи этого равновесия. поступим следующим образом, воспользуемся для этого структурой нашего уравнения, вот, и сделаем вот что, первое уравнение умножим на омега один, второе на омега два, третье на омега три, после чего все сложено. Правда ли я заучаствую? Ну, прежде всего, интересно, что тут будет вот с этими слагаемыми, да, вот, с нелинейными слагаемыми, омега два, омега три, там, и так далее, да, вот теперь они все становятся одинаковыми, да, то есть омега один на омега два на омега три здесь, где проявляется общий множество. Ну и что, при складывании видно, что вот и три с разными знаками входят, да, вот здесь, вот здесь, и два с разными знаками входят, и один с разными знаками входят, значит, сокращаются, да, вот эти вот все нелинейные уравнения и разлагаемые сокращаются. А что остается? Остается вот что, остается тогда, ну вот, давайте напишем, значит, и один на омега, омега один, омега один с точкой плюс и два омега два с точкой плюс и три омега три с точкой, и это равно, а в правых частях, вот смотрите, вот этот каппа там омега в степени с минус один общей множиной, а в скобочках будет омега один в квадрате, омега два в квадрате, омега три в квадрате, сумма, да? Это омега в квадрате, да? То есть это будет равно, значит, минус каппа, а омега в какой степени? Значит, с минус один, да плюс два, да? Омега в степени с плюс один. Теперь, что можно сделать вот с этим произведением? Ну, очевидно, что вот омега там итое на омега итое с точкой, мы можем представить в виде полной производной по времени от чего? д по дт от чего? В числителе. Омега итое квадратея в знаменателе попала. Значит, мы можем вот везде здесь д по дт написать, да? И дт, д по дт общее операторное. То есть мы можем написать наше вот это уравнение, вот в таком виде, вот в таком виде. д по дт от одной от второй, значит, π1 омега 1 квадрате плюс π2 омега 2 квадрате плюс π3 омега 3 квадрате. И это равно минус Каппа омега S квадрате плюс π1. Ну и уже понятно, что тут за функции Кунова? Это генетическая энергия вращения. Да, да-д-да, да-да-да-да, совершенно рядом, в равных остях совершенно рядом. Это генетическая энергия вращательного движения, да. То есть то, что стоит в блоке, значит, функции, выберим в качестве функции Ри пумола, вот эту вот, одну вторую, вот на эту, ну давайте там, сумма в битве по мегабита в квадрате. Это кинетическая энергия вращательного движения. Совершенно верно. И тогда мы получаем для функции Липунова сразу же уравнение. То есть мы нашли и функцию Липунова, и в С точке тоже нашли. То есть это минус, в С точке это минус, там Капа Омега С. Ну и что можно сказать об устойчивости на основании этого уравнения? Она синтетическая. Совершенно верно. У нас правая часть всегда отрицательна, да? Кроме точки Омега равная нулю, которая является равновесием, да? А это как раз соответствует асимтатической устойчивости в равновесии, да? То есть вот это вот равновесие, такой циклент в нашей будет устойчивым асимтатическим. Ну, правда, кто бы сомневался, да? Результат физической точки зрения естественного. Раз есть диссипация какая-то, то есть и откачка меры. В данном случае откачивается и вращательное движение. Ну, хорошо, то есть вот этот способ нам позволяет, значит, найти сразу же и функцию В, и ее производ. Следующий способ, этот способ, ну, более такой сложный, изощренный, и примерно его тоже будет сложным. Ну, начнем, а там, значит, как получится, да? Так, что-то у нас... Ну, во всяком случае, начнем, значит, с второй метод. Ну, то есть не второй, а уже третий метод, а подход, скажем. Так вот этот подход к поиску функции Викунова состоит в том, что мы ищем функции Викунова в виде некоторой квадратичной формы. Ну, вот пусть у нас основное состояние тривиальное, да, то есть вот это вот x0, там, равно, ну, это означает, что там, ну, если две возмущения напишем, это всегда будет, да? Вот. Тогда, значит, можно попробовать, это тоже не всегда срабатывает, но вот иногда может очень даже хорошо сработать, и искать функции Викунова, в от x, вот в таком виде. Значит, одна вторая, сумма, там, и, 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 там, объединение дн большое, это у нас размерность фазового пространства, да, вот, число угольными состями, а, там, и, 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 видимо, в квадратичной форме. Вот. Ну, тот факт, что в какой-то там области вблизи нуля в данном случае, да, значит, у нас определена функция В, а в самом нуле эта функция имеет минимум, означает, что вот в этой области В должно быть положительно определенный квадратичный форма, да, то есть вблизи нуля, то есть 0 это минимум, значит, рядышком там все больше нуля, то есть В больше нуля, положительно определенная квадратичная форма, вот, и, ну, там, ну, там, ну, там, больше либо равно, но равно в самом нуле, да, вот. И, значит, давайте вспомним, а что является критерием положительной определенности вот таких квадратичных форм? Критерий свеевестра. Да, критерий свеевестра. В чем он состоит? Да, вот, смотрите, ну, то есть матрица А идет у нас симметрично там, да, это постоянные коэффициенты, ну и, кстати, этот метод называется методом неопределенных коэффициентов иногда, поскольку мы ищем вот эти вот коэффициенты матрицы А в этом методе, да, то есть вид функции Рикунова у нас задан, а нам надо найти только А. Так вот, значит, часть условий на коэффициенты нам задает критерий свеевестра. Он состоит в том, что все главные миноры этой матрицы должны быть положительными. То есть а главные миноры — это что такое? Ну, это вот А1,1, да, больше нуля. Дальше, ну там А1,1, А1,2, А2,1, А2,2, да, больше нуля. То есть миноры составлены вдоль главной диагонали, и так далее, и так далее, да. Ну и последний минор — это А1,1, и так далее, А1,1, значит, вниз пошли А, так, М большой, М большой, АМ1, значит, и так далее, и так далее, АММ. Это критерий свеевестра. То есть если это так, то В у нас будет положительным делом. Ну вот, критерий свеевестра накладывает N условий на эти константы А и Й. Правильно, это N штук неравенств, они накладывают N условий на константы. А всего сколько таких констант? Ну легко посчитать, да, поскольку матрица у нас симметрична, то есть линейно-независимых у нас является что вот здесь? Ну, во-первых, на диагонали линейно-независимых, ну, независимых такие константы стоят, да, которых N штук. И вот оставшиеся там вот эти две половинки, два треугольничка одинаковы. Сколько здесь элементов, скажем? Число сочетаний... Давайте так надеемся. Всего N в квадрате элементов минус N вот этих вот, да, диагональных, да, еще пополам. Вот так. Что-то на сочетание считают. Словный пункт. Вот проще все. То есть их, значит, вот, не диагональных независимо столько, плюс N диагональных, да, значит, будет N в квадрате плюс N пополам. Вот сколько независимых, значит, чисел у нас матрица, да. Значит, на них наложено N условий, значит, остается еще N в квадрате минус N пополам произвольных требований, которые мы можем наложить сами. То есть вот столько мы можем сами наложить каких-то там неравенств или что-то там сворьих или что-то других на коэффициенты A. Ну и, кстати, одно условие мы можем сразу наложить. Дело в том, что у нас, если C у нас, допустим, положительная константа, то V и C, умноженное на V, это две эквивалентных функций, да. Они никак не сказываются на знаке произвольных, да. Поэтому это эквивалентные функции. Значит, C мы можем выбрать любым, ну, например, мы можем выбрать его таким, чтобы нормировать там какой-нибудь из вот этих A на единике. Ну, например, например, допустим, AN, мы можем положить сразу равный неравенств. Например. Ну, либо любой другой там. Вот так. Ну вот. Как этим методом пользоваться? Вот сейчас длинный пример будем решать. Не знаю, успеем. Ну, давайте я вот как-то буду вот это делать. Чтобы испорить. Значит, во-первых, потом сам пример. Вот рассмотрим такую динамическую систему. Рассмотрим такую динамическую систему. Значит, x с точкой, x1 с точкой. Значит, она описывается такой системной разъем. x1 с точкой. Равно A x1 плюс V x2 с точкой. Значит, вы меня останавливаете, когда там звонок. Поэтому я тут могу влечься и опять пропустить этот момент. Значит, вы останавливаете. Ничего страшного. В следующий раз начнем с того места, на котором остановились. Вот. Значит, вот такая система. Ну, у нее очередное положение равновесия. Значит, x1 равно x2 равно 0. Вот так. Значит, смотрите, что у нас здесь в чем особенность. У нас здесь A, B, C, D – это неопределенные параметры. Да? То есть мы, собственно говоря, уже рассматриваем задачу вот с параметрами. Помните, мы там писали, когда там, значит, x с точкой равняется f от x и еще от группы параметров. Ну да. То есть у нас уже вот здесь появляются параметры, которые мы сами можем подобрать так, чтобы движение было устойчивым. Более того, у нас асимптотическая даже, русскочка. Асимптотическая. Ну давайте. То есть нам надо A, B, C и D подобрать. И еще, если мы решаем методом неопределенных коэффициентов, надо будет подобрать еще и вот эти A. То есть задача действительно не очень простая. Но, тем не менее, она решаема. Итак, выбираем функцию В в соответствии с этим методом. В следующем виде. В равно альфа на x1 в квадрате плюс 2β, ну вот здесь удобно двоечку ставить, x1, x2, плюс x2 в квадрате. Вот мы этой нормировкой воспользовались. То есть последний коэффициент A, A, B, B, A, I, A. Ну уже легче, значит, дальше и W. Ну давайте это сделаем. Для этого находим V с точкой. Вот пользуемся этой формулой. То есть V с точкой у нас, согласно этой формуле, будет dv под dx1 на f1 плюс dv под dx2 на f2. Значит, f1 и f2 это вот эти вот функции. А V вот оно, ну дифференцируем, значит. 2, 2, ну поторопился. Ладно, продифференцируем, но потом, значит, вернуться к V можно. Еще один момент. Мы не проанализировали критерий Севестра. Я вот перескочил. Ну хорошо, давайте раз начнем, значит, запишем. Значит, 2αx1 плюс 2βx2, это мы по x1, продифференцировали на f1. Значит, аx1 плюс bbx2 в квадрате, значит, плюс, дифференцируем, дифференцируем, значит, в квадрате, значит, в квадрате, значит, это будет 2βx1, значит, плюс 2x2 и на f2. Ну, раскрываем скобки. Значит, поступаем при раскрытии скобок следующим образом. Выделяем то, что не зависит от β и то, что зависит от β. Почему так делаем? Ну, увидим дальше. Значит, сначала пишем члены, не зависящие от β. Значит, это будет что у нас? 2αx1 в квадрате, вот он, да? Дальше. Есть у нас член x1, x2 в квадрате, вот он. Ну, и вот здесь есть такой член, вот он, да? Значит, вот пишем плюс, значит, 2αb, значит, плюс, плюс 2c, 2c, x1, x2 в квадрате. Так, дальше. Так, еще что у нас от β не зависит? Ну, вот этот вот, есть член такой, плюс 2d, x2 в квадрате, да? Вот он, вот это. Все остальное зависит от β, да? Все остальное зависит от β. Плюс, плюс. Плюс. Ну, пишем, значит, 2аx1 в квадрате. Плюс, значит, 2а, 2а, ц, 2аx1 в квадрате, x2, x1 в квадрате, x2, x1 в квадрате, x2 и плюс 2d. d, 2а, d, x1, x2 в квадрате. Вот все перемножим. Теперь, смотрите, вот то, что стоит при β, вот этого скобочка, она не может быть знака определенной. Видите? Здесь степени нечетной. Правильно? x1, x2, там, квадрате, квадрате. Ну, вот здесь тоже, как же, x1, x3. То есть знак может менять. То есть каждое, каждое слагаемое может менять знак. Мы никак не добьемся того требования, чтобы в источнике было строго меньше нуля, если мы интересуемся синтетической источностью. Если сохраним этот член. Правильно? Значит, мы можем сразу же положить, что β равно нулю у нас. β равно нулю. И тогда вот это вот слагаемое у нас вообще исчезает, да? Силу его знака неопределенности. Так, ну давайте я его сотру. И теперь проверяем критерий сильвестра. Теперь, ну, значит, легче даже стало. Здесь вот этого слагаемого нет сразу, да? Тогда критерий сильвестра, то есть β тогда у нас вот такое. И критерий сильвестра должен нам дать требование на коэффициент α. На коэффициент α. Ну, давайте пишем миноры, значит. Ну, сразу же видно, что первые миноры... То есть матрица... А идёт, тогда будет у нас такая... α1 0 0. Ну, и очевидно, что это приводит... Не будем все миноры выписывать. Сразу же приводит к одному и тому же результату. α должно быть больше нуля. Итак, мы получили α больше нуля. В это равно нулю. И, следовательно, функция В у нас вот такая. Есть подозрение, что это и есть функция липуно. Как это подозрение убедиться в правдивости этого подозрения? Производит я почти. Ну, конечно. Надо проверить вот что. ВС точкой. При всех ли вот этих вот АВСД там ВС точкой будет отрицательным. Да? Вот. Ну, давайте проверяем. Теперь ВС точкой у нас найдено. Ну, давайте я вот его выпишу. Так. Вот оно. То есть, вот мы нашли ВС точкой. ВС точкой. Угодно переписать, ввести новые переменные. И переписать это ВС точкой вот в таком виде. Т.е. обозначить за у 1 х, а за у 2 х в квадрате. И тогда ВС точкой у нас будет иметь вид квадратичной формы относительно у. ВС точкой. Значит, там 2 альфа А у 1 в квадрате плюс 2 альфа В плюс 2 С значит у 1 у 2 плюс 2 Д у 2 в квадрате. Ай, кто-то думал, что он должен на этот угол подвести. Вот. Вот так. Квадратичная форма. Значит, и она, эта квадратичная форма должна у нас быть отрицательной, если мы интересуемся асимпатической устойчивостью. Как проверить на отрицательную определённость квадратичной формы? Квадратичную форму на отрицательную определённость. Есть идеи? Ну там миноры с нами перегибли. Совершенно верно. Если у нас тот же самый критерий Сильвестра, то есть если форма положительно определённая, то минор положительная. А вот если отрицательная, то должна быть положительная определённая не В. Вот если у нас В с точкой отрицательной, то минус В с точкой должно быть положительным. То есть в качестве матриц вот этих вот А у нас матрицы с обратным знаком. То есть в этом смысле, если мы должны проверить на критерии Сильвестра вот такую матрицу, допустим, минус А с вовной миллион. И вот все главные миноры вот этой вот матрицы с минусом должны быть отрицательно определёнными. Ну давайте составляем. Значит, вот эта матрица минус А с вовной, чем уровень. Вот это вот коэффициенты вот эти вот. Ну раз она симметричная, вот это делим по ПВА. Вот эти коэффициенты с обратным знаком. То есть это будет минус 2, минус 2 альфа А. Значит, минус 1 вторая, 2 альфа В плюс 2 С. Точно так же Сильвестра минус 1 вторая, 2 альфа В. Так, вот где-то я двойку потерял. Вернее двойка лишняя какая-то. От этого двойки какие-то лишние. Так, где это я мог сделать? Ну, почему у меня тут двойка получилась? Так. Ну хорошо, ладно, потерял, потерял. Сейчас уже, видимо, не найти. Ну давайте работать с тем, что есть. Пусть двойка будет. Вы потом найдёте и там исправитесь. Значит, 2 альфа В плюс 2 С. Так. Ну хотя, если двойка лишняя, можно её вынести и плюс, значит, она будет общим множителем. Значит, и минус 2d. Значит, двойку можно в общую вынести там, да, то есть вот здесь. Мы же функцию Липунова можем на одну вторую. Да, я забыл одну вторую. Ну хорошо. Можем. Можем и без неё, да. То есть это не должно в результате сказаться. Тем более, что смотрите, здесь двойку мы можем на матрицу вынести, да. Вот это вот. Вот эти двойки мы можем на матрицу вынести, да. И тогда, значит, минусы всё равно будем искать от матрицы. Вот эта двойка, он на знак миноров увеличивается. Поэтому давайте так и сделаем. Значит, двойку вот здесь выносим, то есть вот пишем без двоечки. Давайте вот так вот. Да, то есть я забыл там одну вторую. Значит, вот так. Что у нас тут сейчас? Так. Так, вот так. Без двоечек. Там с минусом. Да, минус. Минус. Минус, да. Итак, значит, первый днинор, значит, ну давайте там дельта один с волной, его обозначим, это будет минус, минус альфа. Альфа, значит, он должен быть положительным. Значит, поскольку альфа у нас положительным, то а должно быть тоже положительным, да. Отсюда сразу получаем условие на альфа, большинство альфа, большинство альфа. Альфа, значит, минус альфа, отрицательный, да. Альфа, почему отрицательный? Потому что больше b. Да, да, действительно, минус, да. Вот, теперь дельта два. Дельта два с волной. Тут посложнее. Так. Слышу. Значит, дельта два с волной, это больше что такое. Значит, это альфа 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 d, значит, минус одно четвертое альфа b минус c квадрат. И вот эта штука тоже должна быть больше 0. Ну давайте словочки раскроем. Да, кстати, даже не раскрывая скобочки, можем что-то сказать о знаке для. Альфа больше, а меньше, а д меньше. Только в этом случае у нас больше 0. Сразу можно написать, что и д меньше 0. Вот еще одно условие на нашем лице. Ну теперь скобочки раскрываем. Скобочки раскрываем, значит, ну давайте я так этот шаг пропущу, вон три грязи, не сразу же напишу вот не минус, вот такую штуку. Минус 4D сволнули. 4D 2 сволнули. То есть раскрываю скобочки и на минус 4 умножаю. Значит, тут будет вот такая штука. И выписываю вот в такой последовательности. Б в квадрате альфа в квадрате. Плюс, значит, 2BC минус 2D 2D альфа. Так. 2D альфа. Так. 2D альфа. Значит. И плюс те в квадрате. И вот если D сволной, D2 сволной у нас больше 0, то вот эта штука должна быть меньше. Значит, вот это выражение мы можем рассматривать как неравенство на многочленств квадратичный по альфа. Да? Квадратичный по альфа. Ну и то есть это, если вспомнить школьную математику, что нужно для того, чтобы вот этот вот двухпадратичный многочлен, да, должен быть отрицательным. Что для этого нужно? Дискриминант строго больше 0, да? А вот этот линейный коэффициент при альфа меньше 0, да? То есть в области положительных альфа, да? То есть график вот такой у нас должен быть. Альфа 1, альфа 2 – это корни, да? И вот альфа, если лежим у нас вот в такой области. Альфа 1, да? Альфа 2, да? Вот здесь, да? Дискриминант. Вот так. Вот это отрицательно. Скобочка. Дискриминант хорошо. Вот. Дискриминант удобный. Вот. Ну, давайте, значит, дискриминант b в квадрате минус 4f. Давайте я сразу напишу. Вернее. Не теряй. Это реально вычисление. Значит, то есть дискриминант у нас равен 4, да, 4, не давать 4f. Аd, так, ад, скобочка hd минус bc. Больше 0. Ну, и еще сразу же вот эта скобочка. Значит, vc у нас должно быть меньше ад, да? vc меньше 2ad. vc меньше 2ad. Ну, и, значит, опять ад у нас положительно. Да. Вот эта штука есть. Ад меньше 0ad. И, значит, тогда должна быть положительная и эта скобочка. То есть мы получаем, что vc меньше 1ad. Ну, и из этих двух не равен, тогда выбираем нижней, да? vc меньше 1ad. Правда? Согласны. Ну и все. И мы получили все условия на коэффициент, да? То есть альфа положительно, а в это вообще равно нулю, а отрицательно, d отрицательно и vc меньше ad. При этих условиях у нас будет что? v будет иметь вот такой вид, а v с точкой будет меньше 0, и, следовательно, равновесие наше будет асимптотическим источником. Вот таким, ну, в общем, нетривиальным образом, значит, можно находить функции лиценола в подобных задачах. Так, ну, видимо, время уже закончилось. Там даже пианино выиграло. А? Еще минуту. Так, есть вопросы? Ну, ладно, в следующий раз продолжим. То есть у нас вот в программе там положены какие-то практические занятия. Ну, вот считайте, что это не есть. Я еще задачки вам поставлю. Все-таки у нас, видимо, зачем будет с вероятностью близких единиц? Вот. Ну, по плану, да, зачет. Ну, по плану зачет. Ну, видите, там, что-то могут в середине семестра взять и поменять. Будем ориентироваться на зачет. Так, нет вопросов?